Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу начать с того, что выражаю огромную благодарность 12 подписчикам, которые приехали вчера и поставили свои подписи под коллективным иском против отмены наличности в общественном транспорте в Московской области. Друзья, 12 человек – это отличный результат. Если честно, я думала, что при утро максимум четверо. Но когда приехали 12 человек, у меня снова появилась надежда, что мы победим. Мы обязательно победим, потому что, друзья, сопротивление идет. И есть люди, которые не боятся, которые понимают прекрасно, что происходит. Кстати, среди подписчиков, которые приехали вчера, были те, которые не платят побор с ЖКХ. Были те, которых отстранили, они не согласились на перфорацию, хотя потеряли из-за этого работу. Друзья, вчера я чувствовала себя в кругу друзей. Это очень здорово, что находятся люди, которые готовы присоединиться к активным действиям. И я хочу вам напомнить, что именно вашими единомышленниками нужно сейчас заполнять ваше окружение. Вычищайте всех, кто не с вами. И ознакомьтесь, налаживайте контакты с людьми, которые с вами на одной волне. Потому что сообщество, оно именно в этом и заключается. Это не те, кто живут на одном гектаре земли, имеют соседние дома и выращивают овощи, фрукты и так далее. Нет, это, конечно, тоже здорово, но сообщество начинается с того, что собираются люди, которые мыслят и действуют одинаково. И я свою миссию вижу именно в этом, чтобы объединять людей, которые одинаково мыслят и готовы действовать. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к этому иску. Поднимайте вашу задницу из диванов. Помните, что ваш протест за вас не сделает никто. Помните о том, что нам нужна массовость. Потому что сейчас наступает переломный момент. Вы видите, что они снова врубают свою тиранию. Об этом я скажу позже. Поэтому сегодня и завтра продолжается сбор подписей. С 7 до 9 вечера я жду вас. Станция метро Крылатская, площадь защитников Небо. Первый вагон из центра, выход 1-2. С собой нужно иметь копию паспорта, основной разворот и разворот с регистрацией. Друзья, приезжайте. Я уверена, что мы наберем больше 20 человек. Но чем больше нас будет участвовать, тем лучше. И также напомню, что очень важно присутствовать на слушании дела, когда нам его назначат. А назначат нам его, скорее всего, очень быстро. Потому что в данном случае власть не заинтересована в том, чтобы присоединилось как можно больше человек. Друзья, цифровой концлагерь медленно наползает. Вернее, не медленно, уже это происходит довольно быстро. Но максимально незаметно для нас. Сегодня мне скинули в чате информацию о том, что с 1 сентября 2022 года, буквально через неделю, вступает в силу закон о том, что теперь туроператоры и перевозчики на территории РФ должны оформлять на каждого пассажира и путешественника так называемую электронную путевку и снабжать ее кодом. То есть теперь на законодательном уровне вас будут обеспечивать кодом, если вы приобретете путевку или билет. Билет на поезд или билет на самолет. И эти данные будут уходить в общую базу данных. Причем предусмотрена ответственность за то, что туроператоры и перевозчики не будут вносить данные о пассажирах в общую базу данных. Но эта ответственность вступит с 2023 года. Видите, как они все это делают постепенно? Они реально вырабатывают привычку, как с тряпками, как с перфорацией, как с кодами. А потом они уже по отработанной схеме внедряют свои беспредельные меры. Так что, друзья, имейте в виду, что с 1 сентября вас будут снабжать кодом, хотите вы этого или нет. Что делать с этим новым законом? Я сегодня буду обсуждать с юристом Владимиром. Он сегодня собирается приехать меня поддержать в сборе подписей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Ну, в общем, здесь можно сказать одно. Зажимают со всех сторон. Причем скорость этого закручивания гаек увеличивается. Поэтому, друзья, все наше сопротивление мы должны были начать делать еще вчера. Мы должны были вчера это образно. Я имею в виду уже давно. Прошло два года с момента активного внедрения вот этой вот тирании. На самом деле прошло уже больше 20 лет с момента, как в Нью-Йорке упали башни. И начали разворачивать системы тотального наблюдения. То есть начали выкатывать этого большого брата, который, кстати, у меня изображен на новой футболке. Для того, чтобы заказать протестную футболку, переходите по ссылке в описании. Здесь написано «Ордо Абкао» – порядок из хаоса. Вы знаете, да, это на самом деле масонский девиз – порядок из хаоса. То есть они сами устраивают хаос, а потом они наводят свой мировой порядок. Кстати, о законе и порядке, мировом законе и порядке сегодня сказал Зеленский в своем выступлении в честь Дня независимости Украины. Кстати, насчет Дня независимости Украины. Вы помните, что нас предупреждали, тот же самый Зеленский предупреждал о том, что Россия готовит особо грязную провокацию в День независимости, 31-го годовщины независимости Украины от деспотии советской власти. И особенно опасения были связаны с сегодняшним днем, с 24 августа. Потому что это и 31-го годовщины независимости Украины, и ровно 6 месяцев с момента начала спецоперации. Но, как видите, сегодняшний день прошел довольно спокойно. Никаких новостей из серии «Трэш» пока мы не видим. Ну, хотя еще день не закончился. Но обычно они все это, если честно, устраивают с утра, как вы знаете. Друзья, но это опять же их сценарий. То есть не надо мне писать, что вот, мол, ты там опять что-то там наговорила, твои прогнозы не сбываются. Как мне часто пишут люди, которым нужны какие-то прогнозы, которые не могут пользоваться своей головой. Друзья, то, что они сегодня ничего не устроили, это тоже их сценарий. Они устроят позже. Они устроят обязательно, потому что они, в принципе, уже ведут Третью мировую войну. И они специально так делают, чтобы сейчас вот в этот период, в эту неделю, когда они вели комендантский час в Украине и запрет на публичные собрания. Сейчас все пересидят эту неделю, скажут, ой, ну слава богу, ничего не произошло. А потом они бабахнут, когда все расслабят булки и снимут ограничения, снимут тот же самый комендантский час. Поэтому, друзья, не расслабляйтесь, имейте в виду, что ситуация все время усугубляется, тучи все время сгущаются, потому что мы подходим к переломному моменту, который будет иметь место, ну по моим предположениям, начнется вернее, этой осенью и будет продолжаться примерно два года. Уважаемые друзья, поэтому сейчас нам нужно максимально собраться, максимально включить мозги и, наконец-то, уже перейти к действиям. Потому что, когда вы спохватитесь, как вот моя подписчица, которая вчера написала, что она боится за квартиру, когда она спохватится и начнет метаться и спасать свою квартиру, которую у нее будут забирать, будет уже очень поздно, уважаемые друзья. Поэтому присоединяйтесь к иску, присоединяйтесь к сопротивлению, пока у нас еще остаются какие-то возможности. Вы видите, что тирания снова наступает. Вспомните, как это проходило в 2020 году, в марте 2020 года. Сначала они рекомендовали те же самые тряпки, потом они ввели это в добровольно-принудительной форме, потом они перекрыли суды, и в суд невозможно было принести документы собственноручно. Более того, суды проводили, рассматривали дела на свое усмотрение. Ну, то есть, если они не хотели, допустим, каким-то делом заниматься, они просто им не занимались. Например, мое дело иск к авиакомпании «Победа» с требованием компенсации того, что они с меня незаконно сняли в одном из турецких аэропортов, когда я улетала с ребенком. Они с меня сняли якобы за регистрацию. Но это абсолютная обзираловка, вымогательство. И я обращалась в суд. В итоге это дело просто отменили. Но я имею в виду не то, что отменили, они просто про него забыли. Поэтому, друзья, пока не перескрыли суды, давайте максимально надавим на этот иск, чтобы получить положительный результат. А положительный результат будет, если мы будем выступать массово, и если мы эту компанию максимально распиарим. Поэтому делитесь этим роликом, рассказывайте своим друзьям и знакомым. Это очень важный рубеж, который мы не можем сдать. Потому что, если мы сдадим этот рубеж, они дальше ведут и в магазинах. Вот сейчас они вводят в транспорте коды по территории Российской Федерации. Потом они отменят в Москве наличность. Потом они отменят вообще на территории всей страны. В общем, мы знаем прекрасно их планы. Поэтому давайте, друзья, дадим им отпор и предложим свой план. А наш план – это свобода, наши права, наша нормальная благополучная жизнь, наше здоровье и будущее наших детей. Светлое будущее, реально светлое будущее, а не будущее в цифровом концлагере, уважаемые друзья. Так, еще я должна сказать про... Сегодня во многих чатах распиарили новость о том, что торговая сеть «Магнит» вводит тряпки для своих сотрудников. Ну, это вполне логично, этого следовало ожидать. Например, я сейчас зашла в торговый центр «Крылатский», им нужно было в Сбербанк. И охранник стоит в тряпке. Вчера он был еще без тряпки. В «Роснефти» я вам зачитывала сообщение от моей подписчицы с сегодняшнего дня. Тоже ввели рекомендации неукоснительно соблюдать тряпочный режим. Как они вот это все витиевато формулируют. В итоге просто кошмарят людей, как обычно. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете. Обязательно присылайте мне по ситуации на местах. В телеграм-канале я выкладываю то, что я не могу говорить на ютубе, потому что цензура есть, ее никто не отменял. Более того, она сейчас будет усиливаться. И даже вот этот «Новояс» птичий язык, который блогеры придумали, чтобы заменять слова из черного списка ютуба, слова по перфорации. Даже вот этот «Новояс» птичьи языки вы тоже будут цензурировать. И по птичьему языку уже будут удалять и ролики, и каналы. Поэтому, друзья, имейте в виду, что все у них продолжается. Подключайтесь к иску. Я вас жду сегодня и завтра с 7 до 9 с копией паспорта основного разворота и разворота с регистрацией. Вы подпишите доверенность на представление ваших интересов в суде. Именно для этого нужна копия вашего паспорта. Это исключительно для внутреннего пользования. Это не выйдет никуда за пределы суда. И также вы поставите свою фамилию в списке административных истцов. Ну, то есть то, что вы входите в эту группу, которая подает коллективный иск. Вроде все я вам сказала, рассказала то, что хотела на сегодняшний вечер. Поэтому, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь, как я сказала, моими видео. Потому что нам нужна информационная поддержка и огласка. Я благодарю всех еще раз, кто приехал вчера. Всех, кто приедет сегодня, приедет завтра. Я благодарю вас за ваши донаты. Благодарю вас, потому что времена тяжелые. Но, тем не менее, вы продолжаете поддерживать мою деятельность. Мне это очень необходимо. Потому что вы знаете, что YouTube срезал монетизацию. У меня монетизация упала в 8 раз. То есть это даже не сравнить по сравнению с тем, что было предыдущие два года. Насчет, да, забыла сказать. Насчет тех, кто не может собственноручно поставить подпись под этим иском. Ждите мои отмашки. Как только мы подадим иск, вы сможете присоединиться удаленно. То есть вы отправите вот это вот заявление на доверенность о представлении ваших интересов в суде. И направите также копию вашего паспорта непосредственно уже на сайт суда. По электронной почте. Московского областного суда. Друзья, внимательно смотрите мои видео. Я всю информацию говорю в видео. Потому что у меня, к сожалению, нет возможности в индивидуальном режиме разжевывать каждому в личной переписке. Поэтому отнеситесь с пониманием и всю информацию прослушивайте в видео. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.